Война это в первую очередь смерть. Война это сафари на человека. И это не факт о том, что вы, люди, будете в качестве охотника. Вы будете в первую очередь в качестве добычи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я служил в армии до 6 декабря 1999 года. Опять-таки в той же самой 95-й аэромобильной бригаде. Уехал в Эмираты, начинал там нормальную жизнь, новую, так сказать, решил. Начался Майдан, 18-го приехал, 20-го числа я уже вышел на Майдан. И в марте только началась мобилизация. Как раз приехал в военкомат, задал вопрос о том, что набирают ли обратно мою бригаду. Сказали, что да. Все, я готов. Пришел в военкомат, причем приехал так интересно. На улице стоял дежурный. Он такой, военный билет показываешь, он всех да-да, спасибо, и отправляет. Я свой показываю. Да-да, спасибо, проходите. И я вижу, что берут туда же ВВД билеты и клипает нам просто боевую повестку. Позвонили там, где я прописан, по месту прописки, из Шеркасии. И говорят, вам там повестка пришла, надо появиться в течение четырех часов. Сказали, это не обмавляется, это даже не обсуждается ни в чем. Все, это мобилизация, вас отправляют, никто ничего не тимчасово выйдет на 10 дней, а потом, говорят, на 45 дней. Некоторые возмущались, некоторые не возмущались. Ну, как бы это воинский коллектив, но у нас весь коллектив был смобилизированный, то есть с ними тяжело, конечно, работать. Были там и возмущения, и нормальное общение. Некоторые понимали, некоторые не очень, некоторые там хотели домой. То есть это все было, все присутствие, все проходили. Кто-то отсеивался, кто-то уезжал, кто-то по болезни, кто-то был более морально устойчив, понимал, что страну нужно защищать, оставался дальше. На войне воинский коллектив, он должен быть сплоченный. Люди должны понимать, с кем они воюют. И человек, который не хочет воевать, в критический момент бросит оружие. Я уже не говорю про случай, там, навести оружие на товарищей. Я себе, конечно, представлял, что это все может закончиться, ну, где-то так, август-сентябрь. То есть я не думал, что это все будет до такой степени долго длиться. Но так уж сложилось. И у всех же вопрос был, ну, ребята, что мы тут, как мы, надолго мы там, объясните нам. Я там встретил своих офицеров, когда я еще давно служил, он говорит, говорит, Ваня, ну ты пойми, это надолго. Потом уже началось, как нам сказали, ребята, уже начинается АТО. Ну, такие, что такое АТО? Ну, нам сказали, это, типа, война. Наши командари говорят, все, война же, это будет, будут потери, будут, все будет, надо, но цього серьезнейше относятся. Ну, кто относится, кто думал, что он так призвал и побудет, сейчас погуляет, побегает там за автоматом, постреляет, приедет домой, все нормально. А казалось, это все не так, это очень тяжело. В войне это очень страшно. Как ты знаешь сегодня человека, ты сегодня с ним спилкуешься, говоришь там, все, тут на другой день его немается, это очень тяжело. Так у нас тоже, как бы, там, ребята, четыре человека наших было, и сразу же, что они погибли. И уже были первые бои, и раненые, и перед этим у нас саперы подорвались, нам в растяжку негодяи поставили свою, вот, какую-то непонятную подорвались. И уже ты понимаешь, что там раненые, там погибшие, там того убили, это первые, ты уже, понимаешь, все серьезно. Когда ты видишь еще ребята, вот они стоят живые, там, на видео, на фото, а тут привезли и просто похоронили. Когда мы выгружали ребят, перекладывали из гроба в гроб на отправку, ну, тут, да, ребят жалко, но тут ты делаешь работу, как-то так, оно в сердце, но оно где-то глубоко. Через зал, где мы прощались с ребятами, ну, я не скажу, что прошло пол Житомира, но люди шли непрерывным потоком три часа. Рудой, Виталик, сержант, он лежал в гробу вообще так, знаете, как розовый, вот он бы сейчас встал бы и, ну, улыбнулся и пошел бы. Мы просто плакать начали от того, что вот, от всего вот этого вот момента, от того, что погибли молодые ребята, у них семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы едем по Украине, в Украине, и нам говорят, снимайте украинские флаги. Ну, это вы уже совершенно в другом месте. Ну, я понимаю, что еду по Донецкому региону, когда там милиция частично перешла на сторону сепаратистов, а те, кто не перешел, они как бы растрелились в толпе. СБУ то же самое, власти никакой, то есть полная махновщина, я там еду на своих пятью БТРах, там, сопровождая энное количество КАМАЗов, то есть самая главная власть я и там, и мои люди, мое оружие. То есть, то есть, как бы, какое решение я приму, такое оно и будет, грубо говоря, там, при встрече с сепаратистами. Там, принимать будет, не принимать будет, там, заезжать к местной власти, там, ну, то есть, грубо говоря, без власти я полная. На тот момент было, скажем так. То есть, местные органы, как бы, самые отошли в сторону, пришли там, как бы, зеленые человечки, как в Крым, то есть, поначалу все было так. Ну, и так вот, потихоньку, потихоньку все закрутилось, завертилось. И тут, реально, мы понимаем, что мы попали уже не в сказку, потому что перед этим мы были и в Херсоне, к нам люди хорошо относились, там, помогали. У местных прошла информация, что их едут захватывать сепаратисты. Ну, энные населенные пункты в Донецком регионе. Они связываются, допустим, с нашим командой, они просят помощи. Мы им помогаем, там, они нам помогают, там, какую-то воду привезут, там, крупы какие-то привезут. Даже такое было поначалу. Вот местные некоторые, многие люди, которые проукраинские, они останавливаются и говорят, «Ребята, сделайте вид, что вы нас обыскиваете, мы вам еды привезли. Но мы боимся, если сейчас заметят, нас просто там, просто дома просто расстреляют, там, машину сожгут». Было такое, что подошло пару женщин, вот, они спрашивали, как оно дальше будет, и считали, что это точка зрения эксперта, ну, откуда я могу знать, что оно может быть дальше. Бабушка уже, там, 70-80 лет, вона, там, винесе, там, какие-то скульяки, там, с печеньем, с конфетами. Да, это люди не помогали ничем, они нас могли, там, нам, такие речи говорить, там, в спину обзывать, ржать, плювать, хрестить, там, клясти, там, каратели, убейцы, там, бандеры. Говорили, вы не украинская армия, вы наемники, вы какие-то арабы, вы приехали нас срезать, пусть вас, вы же не понимаете, вас российский спидназ перережет, пусть он вас перережет. Помню, вот даже тогда мы остановили какого-то чувака, какой-то, там, пьяный, кричал, слава, там, ДНР, ШМНР, мы, иди сюда, связали его, он пьяный, неадекватный, чуть-чуть его, так, подержали в луже, чтобы он отошел, он уже отошел, мы говорим, чувак, а че ты, зачем тебе ДНР-то? Что ты, ты же, ну, всю жизнь в Украине жил. Зачем? Ответ его, он меня просто поразил, я кредиты платить не буду. И когда ты едешь, и все кричат, что вы, там, такие сякие, там, местный житель, да, там, села проезжаешь, там, женщины выходят, там, старики, там, дули тычут, там, кричат, Россия, Россия. Тебе очень обидно, ты не знаешь, что, в принципе, делать. И помню, мы едем, выбегает, малой какой-то такой, шпингалет, там, лет пяти, кричит, «Слава Украине! Слава Украине!» Блин, реально, слезы текли, и ты-то, и вот ради этого ты понимал, что надо стоить, и ты делаешь все-таки правильно. «Слава Украине! Слава 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 Украина! Слава ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце сентября, как раз я помню, это 25-е, что ли, дается команда в батальоне сформировать группу, куда еще непонятно. Ну, сформировали часть группы, там, 4-я рота, и наш взвод, и минометная батарея. Еще никто ничего не понимал. Ну, собрались, чуть бы завтра не выезд, потом его отменяют. И уже тогда речь зашла об аэропорте. Там рассказывали, что там те, тем, тем, там, те стоят, там битва за аэропорт. Тогда я начал понимать и просчитывать, что такое аэропорт. И так чуть-чуть задумался, да, пацаны, наш батальон попал в такой, ну, скажем так, жесткоместный. У нас в ночь, буквально в часов 10 вечера, сказали, что в 3 часа у нас выезд. Куда именно не сказали. Мы думали вначале одно, где-то в направлении на Луганск. Хотя мне так с самого начала казалось, что мы будем ехать на Донецкий аэропорт. Ну, не знаю, предчувствие, не предчувствие. Просто как бы. Ну, конечно, было заезжать, даже сам, у каждой рассказы, ну, кто выйдет, куда начинает, там полно, ну, там КПС, там стреляют, там убивают, там все. Даже было, кстати, подъезжающие куда-то до песков, там, до моста. А это проскакивает, наверное, на великой скорости, что у тебя не сломалась ни техника, ни чего, чтобы никто не натупил, чтобы все нормально пройшли. Ну, пройшли вот этот вот известный мост, Республика мост, его еще называют, там блокпост находится, между Первомайским и Песками. Ну, и первое впечатление, вы знаете, вот смотришь на все это, уже видно и воронки, уже и сгоревшие дома, сгоревшие машины на дороге. Вот, и ты понимаешь, что вот она вот где-то вот идет, зона боевых действий. Да, я стрельбы сейчас не вижу и не слышу, но вот оно где-то рядом, вот эта опасность. В Песках это была главная задача не сдавать Пески. По одной причине, это единственное было место, где можно было через Пески выйти в аэропорт, пацанам привезти смену людей, обеспечение, там, воду, поесть, боеприпасы. И ни в коем случае, если мы вздали, если Пески взобрали, все, аэропорты в кольце и там, ну, ребята просто не проделали. Их просто даже стрелять, да, да, из бора возьмут и все. Пески обстреливали каждый день. Были такие ночи, когда вот в одну ночь пять домов сгорело, в другую, там, три, два дома. И горело постоянно. Под боком у нас находилась минометная батарея, которая постоянно непрерывно работала. Для нас это тоже было так, немножко вновее. Плохое в Песках было то, что ты привыкаешь к этому, ты привыкаешь к минометному обстрелу. Даже градом ты по звуку уже, да, ты ориентируешься, но ты привыкаешь к стрелкотнею, постоянным минометным обстрелам, и у тебя притупляется чувство самосохранения. И ты такой, минометы, ну, слышишь, мины летят, мины по нам. Ты такой, пшшшшшшш, когда уже прошло две-три недели, ты их каждый день по пять раз на день слышишь. И ты потом уже понимаешь, а если бы он же мог здесь рядом упасть. Просто когда ты слышишь мину пролетающую, она, значит, тебя пролетает. Звук мин, ну, это значит, она дальше полетит. А мина, которая до тебя летит, ты ее не слышишь. Было таких пару моментов, когда я шел, допустим, возвращался с командного пункта к точке расположения роты, то сепаратисты стреляли по навесным траекториям. Они, видимо, ставили оружие на станки какие-то, потому что разлет был минимальный, кучность была достаточно высокой, как для стрельбы на расстояние, там, полтора километра. То пули вот так вот летели, свистели, приходилось ползать и на брюхе, через всю улицу. Вот. Было и такое. Пули и над головой в здание били, и в крышу били. В доме, где мы находились, прилетел 152-мм снаряд. Стреляли по огневым позициям наших минометчиков. Был такой критический момент, когда на двух минометных батареях были уничтожены боекомплекты. То есть, там, тысячами на одном, тысячами на другом. А минометчики, ну, это действительно в блоке войны. Без них, без их непосредственной огневой поддержки удержать терминалы было бы крайне проблематично. В Песках было тяжело и интересно. Там были и свои радости. Помню, Амур кроликов там кормил. Хотя я говорил, это будет жарко. И он говорит, я не дам тебе чего-то съесть, кроля. Он еще маленький. Я говорю, ну, до Нового года так же жареет. Ну, в итоге, никто его не съел. Когда-то его сейчас отправили, где-то там в Киев сначала поехал, когда ротировались. Самое основное, это я запомнил с Пескова. Приехали там, общались, общались. Говорю, ребята, а где Толя? А вот там на улице стоит будочка, где-то там простреленные стены. Я так, ого, ребята, а ничего, что ж ты поделаешь. Я как-то вот был небольшой тогда какой-то страх внутренний. О том, что, типа, блин, я сейчас пойду туда-то, а тут на тебе и некрасиво, неприятно будет как-то так все-таки умереть. Помню, когда Курбас просто пошел в туалет. Посидел, подумал, вышел. И через 30 секунд туалет разнесло. Он такой, ого. Он говорит, хорошо сходил, вовремя. Ну, буквально 30 секунд. Чуть-чуть бы посидел бы дольше, ну, все, накрыло бы Сашку. Помню, рыбалка, ну, как рыбалка, тортил-то докинули. И помню, Иваныч говорит, оу, у нас словилась большая щука, толстолоба. Ну, очень много рыбы сплыло, надо же поесть. Я выхожу, смотрю, валяются куски рыбы мелких, ну, на полу, на земле. Говорит, что за фигня? Поворачиваю голову, а там такой здоровый пес, лохматый, редиска мы его прозывали. Не редиска, похуже слово, но лохматый. Судитый нагло жрет эту щуку, довольный, а он такой пофигист, он просто вылет ее и смотрит на тебя, как будто бы так и положено. Гад сожрал всю щуку, толстолоба не трогал. Мы его хотели там побить, ну, так, иди отсюда. Потом у нас появилась муха, которая отгонялась. А, муха, муха, это наш талисман. Муха у нас приехала на день, бельмес, с нами в отпуск, в тельняшке, все, как положено. Муха, она радовала тем, что она, как бачит тебя, у нас на тебя плывет, раскалкивает. Ну, для всех, для всех такая. Мы из аэропорта вышли, она вообще там всех готова была расстиловать, облезать, все же вернулись назад. Она с нами в батареи ехала, и в автобусе сюда, и в машине, где только она это не пробовала. Ну, бойовый солдат, бойовый товарищ, как говорится. Жалко смотреть, когда люди бросают своих питомцев, сразу понимаешь, что это за люди. Но если ты питомца завел, ты приручил, то да, бываешь, иногда ты без исходности. Но когда ты проверяешь, зачищаешь, ну, там, проверяешь дома, ты понимаешь, что люди шубы позабирали, ну, там, богатые, да, все там, что смогли, а собак своих домашних оставили. Все, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НЕМА НІЧОГО ПОВНИСТЮ. Все разбито, все. Одни стены в дырах зіпсокартона, а зіпсокартон, просто це все прострілювалося. Оборудование там практически не осталось. Все разбито, все прошито пулями. Стекловато, теплоизоляція, конструкції порушено. Те переходи, которые шли на автовокзал, разбитые артиллерии до такой степени, что там просто гигантские провалы. Спасали одни колонны, там есть колонны, держат. А так, внушение было, да, зайдутся на нас, но сразу нам хлопцы наши говорили, что главное туда заехать. Там же ж постоянные ротации шли. Одних людей привозили, других увозили. Там движение было достаточно большое. Ездили мы практически каждую ночь. Два терминала и диспетчерская вышка. Единственная ошибка, которую допустило, на мой взгляд, командование, это то, что мы не заняли пожарное депо. Оно было на полпути между песками от точки старта до терминала. Сепаратисты потом, в конце концов, поняли, что там наших сил нет и, собственно говоря, заняли эту точку. Мы поехали сначала на старый терминал, потому что тогда еще была дорога, и старый терминал был. Мы должны были выгрузить им там боеприпасы, воду, такое, и все по времени. И еще забрать раненого. А нас должны были потом на обратном пути, в новом терминале скинуть, тоже забрать там оружие, там скинуть оружие передали, еще некоторые боеприпасы, и там остаться. И тоже забрать раненых наших. Мы только приехали, и нас начали сразу в нашу колонну встречать минометным обстрелом. Мы выпрыгиваем с беттеров, начинаем все быстро разгружать, понимаем, что нас никто не встречает, по одной причине, что мы чуть-чуть не там встали. Ну, так получается, часто бывает. Я говорю, все, уезжай, водитель. Я говорю, уезжай, потому что сейчас беттер спалят, все, ты не нужен будешь никому. Говорю, давай, не рискуй машины. Ну, нет, никто нас не встречает, никого раненых не несут, не сопровождает. Мины ложились рядом, подбили один беттер стоящий, в нем начал рваться БК, и тогда погиб Артур. В шестой роте парень просто выходил и под бронежилет в живот осколок улетел. И со всех сторон тю-тю-тю, бах-бух-бах, тра-да-да. Зарево это. Я своих ребят увожусь за какую-то стенку, я понимаю, потом понял, что она гипсокартоновая, ну, хотя бы, чтобы нас не было видно, как фигур. Мы там с рюкзаками, с оружием своим за стенку спрятались и начинаем действительно кричать. Потому что мы не знаем, куда бежать. Оно все разваленное, руины, и ты хоть и прислушивайся к звуку, может, что-то услышишь. И потом где-то так вдали, в руинах я увидел фонарик, и я говорю, мельцкает что-то такое. Еле-еле кто-то его так, тихонечко, чтобы не было. И слышу, ииии, сюда, бежим, туда по очереди. Ты, у нас все тяжелое, на самом деле, потому что полная быка с собой, но она все так легкая, кажется. Ну, даже без царапин оставились, у нас там рюкзаки простреленные были, там, осколками посечены, спальники, не только там у Амура, еще у пацанов. И потом Жора говорит, знаешь, я бегу в замыкании, ты бежишь, все выглядели, а я вижу над вами вот так, осколки, над Амуром, такой пролетел, что ему голову все снесло. Сразу же нас моментально, буквально, мы там сели, сели, перекурили, нам рассказали, кто что, какая рация, кто на какую отвечает, что как, и все. И мы вышли сразу же на пост, и сразу же началось, то есть мы там на посту простояли, там, пошел отдыхать. И только лечь, приспать, потому что через там пару часов надо было, там, часика-два посидеть на рациях. Как начали лупить грады, оно ж, по самому терминалу, минометы, грады, там уже нам, мы тогда поняли, что такое град. Сепаратисты настолько представляли, что пробивали, долбили артиллерией в одно и то же самое место, и постепенно вот так вот вот эти вот этажи обрушали до самого низа. То есть там безопасных точек нигде нет. Пацаны на постах, внимание, ты тоже там сидишь с оружием, потому что возможно после градов идти пехота. Ты сидишь, ты прислушиваешься к каждому самому мельчайшему шороху. Но в этом всем нам еще дополнительно помогал кот. И когда ты стоишь около 12 часов в полной тишине, в полном мраке просматриваешь что-то, и тут ты слышишь рядом с собой просто там какой-то звук именно такой хороший, либо он подойдет и запрыгнет просто там куда-то там на твое укрытие, ты как раз с тепловизором проходишь, тут перед собой ты видишь большое белое пятно, то как-то так сказать сердце сразу же не то, что в пятки уходит, а вообще, наверное, убегает от тебя. Потому что, ну, неприятное ощущение вот этого, что ты думаешь, что где-то какая-то белая точка, белая точка, значит, кто-то есть, и тут ты видишь этого кота. Вот. Сначала его хотели убить, но раза два я потом говорил о том, что не надо, он нас спасет, один раз он нас все-таки спас, действительно. мы в очередной ночью опять видим этого кота, тут звучит фраза о том, что так, давай ПМ, либо ПБшку, давай его уже убьем. Я говорю, типа, не, не надо, давай за ним следить. В итоге, кот, он привык к нам, он уже привык к нам, он уже привык к этим всем выстрелам и так далее, но я так понял, что, ну, все-таки у котов действительно намного другое какое-то там, и обоняние, и слух, и так далее. То есть, мы за ним наблюдали, он сидел себе спокойно там, умывался, сидел, сидел, потом раз, голову повернул, что-то услышал, и побежал тут, как дверь. Мы туда пошли, и у нас там буквально в несколько, так сказать, метрах от нас пару человек. Они, как кроты, как тараканы, они пролазят по этих щелях, по витяжках, там, эти проходы все из этажа, они на веревочках спускают, там, взрывают. Сепаратисты, они так, они постреляют, они без, они отправляли, это у них были козаки, чечени, цикадировцы, козаки, мы могли на их радиостанцию выйти, и он там говорит, а что ты его там, добей его, там, нет, он там раненый, кто раненый, там, козак, добей его, даже, они своих выкидывали из векона, церковь монастыря, так вот, из векна просто берем, выкидывает, все, мы его, ну, он уже не жилец, его просто раз третьего этажа выкинули, вниз просто такого, им нас разница, там именно кадировцы, это чечени, и козаки. Это супер, братан, это высший пилотаж. Смотрите, это опять я, 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 север, это опять льет север. В аэропорте, как тебе штурмом брыгают, понимаете, штурмом ведется, где колонна людей на вас, это штурм. Когда выезжают, работают танки, и ты просто начинаешь, когда ты сидишь, или лежишь так, на бетоне, упал, и лежишь, как воно осколки летают, пули летают над головой, ну, ну, это такое ощущение, в первое время там ховаешься, а потом оно, ты уже так идешь, в остаточном, вот там, дюм, тюм, как воно говорится, нач пуля не для меня была. У нас был как раз штурм, и сели мы перезаряжаться, и вспомнили о том, что там один у нас человек, там работник, там, в сельпо, там, кондитер, второй, там, работник новой почты, третий бармен, там, я там с телевидения, против нас там, гру, этот, вымпел, и 160 штурмовать, самое лучшее в Российской Федерации, но это уже смешно было, то, что мы все-таки держим. Когда приехал российский спецназ, они подбирались на расстояние 50, 80 метров, 100 метров, и стреляли под прикрытием своих основных огневых точек, то есть там имитируют движение, перемещение, подсветки, стрельбу, и спецназ просто стрелял на наши вспышки, выстрелов. Был такой момент, я не знал, правда, этих людей, но одной пулей было убито два человека. Формовали один час, а ваканси, проходит 10 часов, прошло всего всего всего. Ну, это просто так, ну, ты на время даже не дивишься, там, просто такая, какая-то реакция, что ты же забываешь за это. Просто есть либо понятие, либо я, либо меня, вот и все. То есть, да, я вижу это, да, я понимаю, что это живой человек, там, я вижу в тепловик, видел, что там, есть человек и днем, там мы видели, что к нам подходят, допустим. Открывали огонь, тут действительно, либо я все-таки сделаю первый выстрел, либо по мне сделаю там первый, и уже как контрольный, так сказать. Был один момент, конечно, когда я понял, что все-таки у нас у всех голова чуть уже пошла в бок, это было именно в аэропорту, ну, не знаю, конечно, с аэропорта мы выехали, наверное, чуть легче стало, но в аэропорту был тот момент, когда мы просто сидели, как раз ребят перекрывали, ко мне подходят, бьют по спине и говорят, у тебя там буквально в трех метрах от тебя лежат два тела. То есть, ну, пока не открываем огонь, ждем. Мы сидели, себя ждали, тут, где-то сзади начинается обстрел, мы точно так же просто буквально одиночными в ту сторону, один из этих там, который лежал, он встает, начинает куда-то там отбегать, попадает на растяжку, и в итоге мы наблюдаем этот взрыв растяжки, где-то что-то разлетается, допустим, но при этом всем как-то, ну, если так, как бы оно дико не звучало, но мы друг на руку повернулись, таки, а, нормально, минус один. Ну, лично, скажем так, мне нажимать на курок и видеть трупов не приходилось, но, скажем так, нажимать на тангенту радиостанции и говорить огонь-огонь и понимать, что сейчас там под огнем артиллерии, под огнем крупноголебенных пулеметов где-то возможно гибнуть люди, то, конечно, приходилось. То есть, понимаете, ну, командир уровня хотя бы, ну, где-то замкомбат, комбат-командир роты, он, скажем так, дает команду своим подчиненным, которым приходится уже, скажем так, применять оружие, и от этого оружия гибнут люди. А лично, когда командир такого уровня хотя бы начинает, командира роты, и выше, применять начинают личное свое оружие, это, скажем так, уже, ну, не то чтобы провал, это уже плохо. Они уже так близко подходовали, что там, ну, ты же понимал, летит его или нет, как он вылезает, и сейчас он, у вас еще что-то непонятно, там, из RPG или что, такая, у нас блокпост, ты пытаешься, он стоит внизу, как таракан, он стоит в грубе, там, рукава, на взлезке. Ты просто поддивишься по нему, как он был в рукаве, тепловизор, тут только берешь автомат, в автомат раз, и он уже на сьому стоит у струбе. Ну, приходилось, это бывает, мы бачили, как падали, как они подвезли до нас. как он смотрит, как он смотрит, в тепло был человек, ты ему накидаешь, гранаты дадешь, там, что-то тяжелое, смотрит в тепло, там уже нет, у человека, что там лез, одни только, завтра не валяются до него, там, за 20, за 50 метров, куда что-то кинуло, смотрит в маленький, великий кусок, ну, это тоже, это очень страшно. Бояться одного, это что-то не придешь домой, даже так вот, что ты не вернешься, ну, это самое таке, у мислях пролетает, и то, это самое, что ты, если все раз нормально все, да, как пуля дура, или там, все, вот ты сейчас живешь, тогда раз тебя нет. Скажи, там, по-новой стан, или что, там, один киборг, или там, один защитник, там, письки, или чего-то другого, там, загину, там, или пять, цифры у нас, по-новой всех, и все, Братаевич никто ничего не вспомнил. Много веселого, корректировщик, вот такой пацан, когда мы его просили побросать гранаты, он бросил пять гранат, мы ему говорим, типа, надо, давай еще, он говорит, ребят, если я буду бросать, у меня будет перерасход, какой перерасход, ну, я посчитал, что, вот, если я там буду здесь, такой-то период, то я могу в день бросать, там, по пять, по шесть гранат, такой хороший бухгалтер, экономист, идеальнейший просто, правда, для этих действий, юморили, ребята нашли, где-то, пиццерии какой-то, или где-то, там, листовку нашли, позвонили, работает, пиццерия Донецкая, он говорит, ну, да, да, и говорит, а у вас доставка есть? Да, конечно, есть, мы говорим, и там пацаны начали заказывать, откровенно, штук 15 пицц, те уже, там, уже договорились, и с чего, и как там, долгий разговор был, девушка уже, наверное, довольная была, касса будет, и говорит, да, хорошо, а куда доставка, он говорит, аэропорт имени Прокофьева, говорит, в смысле, говорит, донецкий аэропорт, киборгам, нам уже хлеб надоело, есть, привезите нам пиццы, ну, и сразу вешалась трубка, ну, ребята на этом не останавливались, они нашли телефон, там, местного, милиции, или полиция их, их сепаратистская, все равно телефон как-то так пробили, и звонят, и такие, тут происходит страшное, тут ходят люди с оружием, стреляют по беспределу, те говорят, где, где, в районе аэропорта, мы в аэропорту находим, а там люди с оружием, приедьте, их арестуйте, сразу трубку кидали, мы говорим, ну, как, ну, беспредельщики, много веселых там случаев было, и наши супер беспилотники, медведь, молодец, придумать, взять просто китайские фонарики, и, если шел, ну, нам передали первые фонарики, просто ловили северо-восточный ветер, и мы узнали, тогда он, ну, поджигали этот фонарик, и он шел, просто светился, в сторону сепаратистов, смотрели, летит, как беспилотник, и что, они открывали по нему огонь, трассерами, корректировщики, оп, снимали координаты, передавали, грачу, а грачу их минометом и накрывал. Ну, в принципе, такое дешевое сердитное. Важно, чтобы выйти всем живым оттуда. А в аэропорт это как тяжко, как не могут приезжать раненые, и забрали. Как ты просто понимаешь, как на штурмом брали, дві ночи нас брали, а потом дві ночи брали старый аэропорт, и ты просто заходишь в комнату, там, где наш пункт обогрева, это не конец, это так, и так образно называют. Заходишь туда, и ты понимаешь, что очень много раненых, там, никто не может вывезти. Они привозят 15 раненых, привозят там 6 нормальных детей. Это самое такое было, чтобы их вывезти. А как мы уже видели, как наши, мы свои хлопцы меняли, как они выезжают, иначе это конкретно обстрел, из всех сторон начали обстреливать. Это же было как бы страшно, ты понимаешь, что, блин, заехали нормально, а выехали уже. Когда нас меняли, с зоны боевых действий, да, мы выходили там, с того же аэропорта, скажем, настроения были двояркие. Ты понимаешь, что приехали тебя менять, люди абсолютно неадекватные, не готовы это делать, и кто их вообще послал. И с другой стороны, люди уже 2 месяца провоевали, то есть, и как бы, и моральная усталость, и такое же настроение, что тут мы повоевали, нужно нас поменять, да. Но, и как бы, и не хочешь уходить, потому что понимаешь, что сейчас будет тяжело тем людям, которые пришли, и они, может быть, эту задачу уже не выполнили. А ты как бы теми же хотя бы оставь, ты мог бы это, ну, скажем, выполнить эту боевую задачу. Мы когда выезжали, мы просто сжались там в броне, мы едем, едем по взлетке, тут я чувствую большое такое падение в яму, понимаем, что взлетку мы проехали, поднимаю голову, вижу небо, вижу, наблюдаю там ветки деревьев, потом после этого мы ехали там, в нашей мы ехали в четвером, там с нами контуженный еще был, очень сильный парень, у него начинается жесткая истерика, он начинает рыдать, мы все начинаем тоже там смеяться, то есть мы просто, может, уже отключается в полном смысле, мы просто поняли, что мы оттуда выехали наконец-то. Вот. И как-то, типа, надо возвращаться в нормальную жизнь потихоньку. Там проще, на самом-то деле. В ней проще, там тебе не надо думать, как бы вот это так, как у нас здесь, да, мы там просыпаемся, думаем, иногда, как с этим человеком поговорить, а как там поступить, а здесь надо вот так, а здесь как бы вот так, вот как бы похитрее, или что-то мы хотим там заработать, как бы, ну, как это ты крутишь в голове, прокручиваешь что-то, а там этого нет. Лично мое мне нужно максимально сберечь личный состав, который, понимаете, каждый человек, каждый человек, это отдельно взятый мир, то есть у каждого есть дети, жены, друзья, товарищи, родители, то есть теряя этого человека, ему как бы рушится целый мир, целой там семьи, там куча знакомых, друзей, все остальное. Плюс солдат, который провоевал на войне в восемь месяцев, он ценен тем, что он уже имеет боевой опыт, что с ним можно ехать, выполнять какую-то боевую задачу. Если ты его потеряешь, а потеряешь по глупости, то другого нормального солдата подготовить, ну, это с точки зрения, скажем так, профессионализма, очень тяжело. Опыт боевых действий, он приходит, скажем так, вот, как в принципе естественного отбора. Если человек морально выдержал, то есть прошел некоторые боевые действия, он готов воевать дальше, ну, скажем так, то нужно относиться к этому человеку, скажем так, очень бережно. Мы все это время жили как одно целое. Мы постоянно друг другу в чем-то помогаем. Там то, там то. У кого-то где-то какие-то домашние проблемы даже, там что там, ребенку нужно в больницу, так, давай, там у кого-то где-то есть знакомый, ага, у того, у того, так все, позвонили, тому, позвонили, тому, там все, ребенок в больнице оказался. Ну, вот, как все вместе. То есть, и вот за счет этого жизни вот в таком постоянном на протяжении 9 месяцев, то к этому жизни уже просто привыкаешь. То есть, я не жалю, то, что я там вот был ни одни минуты, не жалю. Я нашел таких людей, что за тебя в каждой любви ситуации, я тебе позвоню, что поможет, чем ему есть. Горь и беды, учайся там в всем, во всем помовятся твои друзья, что каждый сам отдать свое, главное, чтобы тебе было все хорошо. Наверное, мы для того, там и находимся, держим их, чтобы они дальше не проходили, чтобы здесь жили спокойно дальше, спокойно, ну, общались там, гуляли где-то, ездили на отдых, работали, зарабатывали денег. То есть, ну, вот, наверное, только вот ради этого. Находясь там, ты понимаешь, что это не АТО, это просто идет война за независимость этой страны, как и экономически, политически, и информационно. Люди должны понимать, что если они сейчас не сделают все для того, чтобы остановить врага, никто за них это ничего не сделает. Должны все понять, что идет война, и тогда будет толк, и тогда будет иммобилизация, и люди будут идти. У нас же, если процентов 15 понимают и принимают, это хорошо. Все страны живут своей жизнью, по барабану. Вот когда он лично столкнется с этим, тогда он это приимет. И тогда он это приимет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok